Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Вот что сегодня в нашем выпуске. Атмосфера встречи была дружественной и теплой, о чем говорили юные гости с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым в его личном кабинете. Жители Карачаева-Черкесии продолжают приходить к мемориалу памяти жертв трагедии Крокус Сити Холла. Цветы сегодня возложил коллектив Факонарт. Очередной гуманитарный груз отправила сегодня Карачаева-Черкесия. На этот раз в помощь в виде питьевой воды оказались жителям Белгородской области. Чуть не хватило техники. Дзюдоис из Карачаева-Черкесии Аймирхан Аджиев завоевал серебро на первенстве России среди юниоров. Сегодня вечером рабочий кабинет главы Карачаева-Черкесии посетили необычные гости. Рашид Тимрезов пригласил к себе юных жителей республики. Дарья Тендит о том, как прошла встреча. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов радушно поприветствовал юных гостей. Алана Чекуева и Ирина Колкунова участвовали в новогодней акции «Елка желаний». А Дамир Шурдумов из Черкеска в ходе прямой линии записал видеообращение, в котором попросил о личной встрече. Глава Республики провел экскурсию по рабочему кабинету, залу переговоров и рассказывал, как принимаются важные решения. Дети были впечатлены и восторженно слушали его. Мне там понравилось больше всего, где нам показали комнату переговора, потому что там у каждого стоял микрофон у стула. Атмосфера встречи была дружественной и теплой. В ходе разговоров дети рассказывали о себе и своих увлечениях. Алана Чекуева подарила Рашиду Бориспиевичу картину своего исполнения. Глава Республики был тронут этим жестом и пообещал повесить ее в своем кабинете. Эта картина была самая последняя, которую я нарисовала на ИЗО. Очень сильно рада при встрече, потому что не каждый может прийти к Рашиду Бориспиевичу и поговорить с ним. Рашид Бориспиевич проявил искренний интерес к каждому ребенку. Он внимательно слушал, о чем мечтают ребята, кем хотят быть, когда вырастут дети, в свою очередь, хотели узнать, несложно ли быть главой республики. Это непростая и ответственная очень работа и задача быть руководителем. Ну и здесь обязательно надо еще раз сказать и про поддержку, которую сегодня своим трудом показывают наши жители республики. Конечно, за ту поддержку, которую мы ощущаем от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому будем дальше стараться, чтобы вы подрастали самыми умными, самыми красивыми, профессиональными, продолюбивыми. И вот чтобы завтра вы уже прославляли нашу республику и делали ее лучше и краше. В завершении встречи Рашид Семрезов написал ребятам свои пожелания на будущее и вручил подарки. И на память об этом дне сделали совместное фото. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Жители Карачаева, Черкесии продолжают приходить с цветами к мемориальному сооружению в центре Черкеска, установленному в память тех, кто погиб от рук террористов в Крокус-Сити-Холле. Администрация и игроки республиканского футбольного клуба «Нарт» ранее находились на сборах. Как только вернулись домой, всем составом посетили памятное место, посвященное жертвам вооруженного нападения в подмосковном Крокус-Сити. По словам представителей команды, они не просто не имели права и не хотели оставаться в стороне от сопереживания тем, чьи родные и друзья погибли или пострадали в Красногорской трагедии. 22 числа – это трагический день для нашей России. Это очень больной день. Все мы сожалеем, оплакиваем. И хочу сказать, что эти шакалы, эти нелюди, они за все ответят. И очень жалко этих мирных людей, которые в этот день погибли. Это такой трудный день для всей России, для всех нас. Мы должны стоять еще сильнее, еще прямее и доказать, что нас не сломать. Убийство одного человека равносильно убийству всего человечества, говорится в священной книге «Мусульман Коране». Лидеры духовенства осудили действия террористов, которые убили и ранили десятки людей в Крокус-Сити-Холле. Муфтий Карачева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев призвал российскому народу сплотиться против экстремизма, а во время богослужений в священный месяц «Рмазан» молиться о выздоровлении пострадавших и упокоении погибших. Сейчас месяц «Рамазан», и вот у нас в России очень трагическая история получилась в Москве. Я, пользуясь случаем, хочу попросить всех мусульман и немусульман, просить Всевышнего Аллаха об исцелении всех раненых. И те, которые ушли, умерли, они стали шахидами, они святые перед Всевышним. И дай Аллах успокоение сердцам родственников всех погибших. Это очень большая трагедия. Об этом я специально говорю, нельзя об этом молчать. Мы в первый же день дали соболезнования. А вот во время месяца «Рамазан» об этом надо просить дуа, чтобы Аллаху Тагала простил. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о помощи, которую оказала Карачаева-Черкесия жителям Белгородской области. И о помощи, которую призывают оказать братьям нашим меньшим. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесия Сегодня из Черкесии направили очередной груз питьевой воды в Белгородскую область. 12 тонн воды было сформировано по заявке партии «Единая Россия». Оказалось содействие в отправке гуманитарного груза Главное управление МЧС России по Карачаевой-Черкесии. Они обеспечат эффективную и безопасную доставку воды жителям Белгородской области, которые сейчас в сложной ситуации и были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся в пунктах временного размещения. Общая задача неравнодушных – помогать им, отметила региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Фатима Карданова. Сегодня отдельные населенные пункты Белгородской области подвергаются обстрелу со стороны сил ВСУ. В Белгородской области организовываются пункты временного проживания для того, чтобы люди могли переждать это тяжелое время. К нам по партийной линии обратились в рамках проекта «Женское движение Единой России» с тем, чтобы мы оказали им гуманитарную помощь для людей. По поручению главы республики груз сегодня сформирован. По запросу Белгородской области – это вода. Она направится для нужд жителей Грэйворонского района, который находится сейчас в пунктах временного размещения. Сегодня хотели бы поблагодарить нашего сенатора Ахмата Анзоровича Салпагарова и нашего депутата Государственной Думы Султана Джошарбековича Узденова за то, что они помогли сегодня сформировать этот гуманитарный груз, который так ждут в Белгородской области. Сегодня в территориальном управлении Росгвардии прошла техническая конференция, в которой приняли участие руководство, сотрудники и военнослужащие, а также сотрудник ГИБДД республиканской столицы Тимур Дахчуков. Инспектор терроргана Ильгар Нахметов отметил, что мероприятие проводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП. Представитель госавтоинспекции довел до собравшихся статистику – в автоавариях продолжают погибать и получать ранения тысячи людей. Полицейский проинформировал участников мероприятия и о внесенных изменениях в правила дорожного движения. В завершении встречи присутствующим был представлен тематический документальный видеоролик. Копилка медалей Карачева-Черкесии пополнилась еще на одну серебряную. Дзюдоист Амир Хан Аджиев занял второе место на первенстве России среди юниоров, который проходил в Раменске. Тренируют юного спортсмена Расул Абзеев и Рамазан Татаркулов. С призером соревнований встретился наш корреспондент Алихан Лепшоков. Отрабатывали технику. Каждую схватку оттачивали мастерство по несколько часов в день. Готовились к соревнованиям серьезно, рассказывает тренер юного спортсмена из Карачева-Черкесии. Амир Хан Аджиев мечтает покорить мировые спортивные арены. Занимается президентским видом спорта уже три года. Это его первые серьезные соревнования. В турнире участвовало более 80 борцов из разных регионов страны. На первых схватках юному дзюдоисту удалось легко преодолеть соперников. Чуть сложнее было на финальном татаме. Амир Хан встретился с более опытным спортсменом и чуть уступил по баллам. В итоге у нашего дзюдоиста серебро. Бороса весит 57 килограмм. Сами соревнования были очень хорошие. И тренер тоже очень хороший был. Он подсказывал там. В финале опыта не хватило. И само по себе, когда тренера не послушал, и на него пошел. Тренеры Амир Хана Аджиева, Рамазан Татаркулов и Расул Эбзеев считают, что у их водопечного большой потенциал. Главное, он не ленится и обладает большим интеллектом, что немаловажно в этом виде спорта. Мы с Амир Ханом поехали, туда готовились. Усердно Амир Хан очень сильно готовился. Утром, вечером, можно сказать. Он сам по себе очень трудолюбивый парень. И есть такие спортсмены, которые надо заставлять. А его надо останавливать. В финале поставили ему задачу. Ну, как говорится, чуть-чуть ушел от задачи и начал свою борьбу строить. То есть тактику не послушался. Ну, нам чуть-чуть совсем не хватило, чтобы выиграть эту Россию. Ну, дай Аллах, чтобы мы на следующей России, чтобы хорошо отборолись. Мы ожидали, честно, золота. Ехали за золотом. Но получилось, так получилось. На все волю Всевышнего. Честно говоря, подвела, так сказать, тактика, опыт. Это его первые такие серьезные соревнования, где он выступает и по неопытности уступил в финальной свадке. И тренеры, и спортсмен провели работу над ошибками. Сейчас Амир Хан Аджиев отдыхает. Через несколько дней начнет готовиться на новые соревнования. Скоро юный дзюдоист поедет на Спартакеаду, который будет проходить в Сочи. Али Ханепшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Помощь может оказать любой желающий. 31 марта в госпитале для тяжело больных животных «Белый клык» состоится общегородской субботник. Неравнодушные жители нашей республики могут принять участие в благом деле. Госпиталю требуется помощь по уборке территории клеток, покраске вольеров, купании и кормлении животных. Также приветствуется любая посильная материальная помощь. Вы можете принести корма, лекарства, старые одеяла и подушки для удобства вольеров. Приглашаем всех наших граждан, которые давно хотели посетить госпиталь и поддержать, помочь руками. На субботнике у нас будет проводиться большая объемная работа, уборка вольеров, чистка территории. Будем разбирать наши склады, чистить, выбрасывать мусор. И также планируем починить вольеры и делать какие-то дела по приюту. Сотрудники ГТРК Карачева-Черкесия не могли остаться в стране и, конечно же, решили также принять участие в субботнике. Более того, от канала в госпиталь будут переданы упаковки корма для хвостатых постояльцев. Призываем всех неравнодушных присоединиться к данной инициативе и внести свою лепту в заботу о братьях наших меньших. Встречаемся с вами 31 марта в 8.00 в госпитале «Белый клык». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Воснецова». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Зимний туристический сезон. Развитие инфраструктуры на курортах, перспективы роста экономики в сфере туризма. Это и многое другое обсудим в прямом эфире «Горячей линии» с министром туризма Карачаева-Черкесской республики Расулом Магомедовичем Тикеевым. Вы, наши телезрители, можете также задать свой вопрос. Звоните по телефону 22-06-73 или 22-00-36. Увидимся 29 марта в 16.30 в прямом эфире «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова